Всем привет! С вами снова 15 регион и я Яна Филиппова. Сегодня я расскажу вам, чем же запомнилась прошедшая неделя жителям республики. Начало недели не задалось на хорошие события. В понедельник стало известно, что скончался известный детский тренер по дзюдо и дантерс Рамонати. В комментариях к новости его знакомые стали вспоминать добрые истории, связанные с тренером. А Вадим Токсеров, назвав его божьим посланником, предложил устроить после 40 дней турнир памяти тренера. Идею тут же поддержали Валера Абаев и Янс Гойти. Во вторник в фейсбуке начал набирать обороты поэтический флешмоб. Ксения Захватаева поделилась с друзьями тем, что ее любимый поэт Анна Ахматова, а Дарья Саутиева призналась, что стихи Сергея Есенина поднимают ей настроение. А вот Вадиму Токсерову досталось задание потруднее. Ему пришлось искать более или менее приличное для публикации стихотворение Баркова. В среду стало известно, что скульптор Владимир Соскеев готовит очередной подарок Северной Осетии. На этот раз он собирается установить свой шедевр в Дегорском ущелье. Алан Схурбаев посвятил даже этому целый пост. Однако ничего хорошего скульптору он сказать не смог. Видимо, потому, что его работы вызывают у самого Алана только ощущение упадка и скорой смерти. Блогер понадеялся, что хоть в этот раз Соскеев разъяснит жителям республики замысел своей работы. Но вряд ли стоит на это рассчитывать, потому что по недавнему признанию самого мастера мнение обывателя его мало интересует. Противоположное мнение высказала Азал Хачирова. Она считает, что это его внутренний мир, и он может выражать его как хочет. В четверг фейсбукчане обсуждали запрет на импорт продуктов из стран, которые ввели санкции. В основном все выражали свое восхищение президентом Путиным. А вот Георг Кайтуков не понял, почему если запрет на ввоз продуктов так хорошо, то этого не было сделано раньше. А Али Кузиев считает, что поднять свое хозяйство будет легко только с экрана телевизора. Уже в ночь с четверга на пятницу братские республики начали вспоминать шестую годовщину начала войны в Южной Осетии. А Елена Черенкова даже побывала на центральной площади Схимвала, где зажгла свечу в память о погибших. В субботу журналист и заслуженный турист республики Владимир Иванов с коллегами совершил марш-бросок горячим источникам Гизельдонского ущелья. Мы с Сан-Азивой также не смогли пройти мимо заманчивого предложения попариться в горячих источниках и пройтись по пути следования печально известного ледника «Колка». Некоторые от прогулки получили истинное удовольствие, а другим пришлось еще пару дней отлеживаться в кровати после непредвиденных нагрузок. Усталость, дождь, слякоть, темнота, холод и пропажа журналистов. И это еще не все, что пришлось пережить в этот день начинающим туристам. Такой запомнилась нам прошедшая неделя. А в ночь с 12 на 13 августа вы сможете полюбоваться метеоритным дождем. Смотрите на небо и загадывайте желания. Оставайтесь с 15 регионом и вы всегда будете в курсе событий. Всем пока!